Это один из туалетов в доме по улице Кочевской в поселке Строитель. Грязные стены, забитая канализация и разрушенный потолок. Крыша течет регулярно. Жильцы верхних этажей говорят, что за ночь выносить воду могут по несколько раз. У нас нет вообще ни кухонь, ни... Раньше была тут и сушилка, и кухня, и все. У нас газа нет, у нас все готовим на электрических плиточках. Не плиты, а плиточки, которые на даче покупают. Вот на таких плиточках мы готовим. У нас душ дома нет, только душ на первом этаже. Грязная комната с шатающим полом и работающей кабинкой. Это душ. Единственный для девяти семей с детьми и пенсионеров. Пол около ванной комнаты отсырел и в один из дней провалился. Сейчас его заделали обычным листом фанеры. Нечто подобное наблюдаемое в доме по улице Кочевской, 18. Он уже признан аварийным и к расселению должен был приступить еще два года назад. Не срослось. Дом начинается обрушаться. В 18-м году мы его признали как аварийный. Крыша находится в аварийном состоянии. Сейчас документы мы вам предоставим. Там невозможно течь. Стены у нас, у меня спицы проходят насквозь там. Палы тоже уходят ходинем. А это дом номер 7 на улице Дружной, в этом же поселке. Прямо с порога жильцов встречает запах сырости и плесени. На верхнем этаже в одной из квартир сделали ремонт, но крыша предательски потекла. Это уже происходит два года. Я бьюсь. Вот пришли, подсунули железо туда, лазили они, слазили. Но это железо они подсунули, они что-то там стучали очень громко. Ну и прорубили. И вот тут вообще вот все пошло. Все, вы видите, какая течь пошла. Вы видите, какая плесень, какая вода. Все это выносим, все это убираем. Что необычного в этой ванной комнате. Например, здесь можно принять водные процедуры и вкусный приготовить ужин вместе с соседями. Именно о судьбе этих людей Светлана Коновалова задала свой вопрос Елене Сорокиной на публичном отчете. Глава Рязанской администрации пообещала взять дело под личный контроль. Много домов, не только обозначенные вами. В своем выступлении я говорила про них. Там сложные вопросы. Эти дома, обозначенные вами, они не вошли сейчас в программу. И вот каждой семье, каждому жителю, в зависимости от особенностей, от условий, мы стараемся подходить индивидуально. А группа народного контроля готова оказывать содействие во взаимодействии с жителями? Первый шаг сделан. Жителями строителя власть пошла на открытый диалог. Волонтеры-активисты пока в режиме ожидания. В вопросе переселения они готовы оказать всяческое содействие.